Привет, вы на канале Сына и сегодня вы узнаете как сделать автоматические субтитры по одному слову в DaVinci Resolve Не в этих ваших всяких капкатах, вот, вот, да, еще и на телефоне только можно, не Сегодня у нас будет именно DaVinci, именно автоматические субтитры без какой-либо головной боли Приведу банальный пример на одном из последних шорсов, который я монтировал, который у нас является говорилкой То есть я рассказываю и для шорсов, для лучшего их продвижения, чтобы охватить большую аудиторию Нам что? Правильно, нам нужно, чтобы были субтитры И, если раньше я дико хейтил, да и сейчас хейчу капкат, как что-то непрофессиональное и не имеющее адекватных функций по большей части То есть все, что можно сделать, почти все, что можно было сделать в капкате, можно было сделать в том же DaVinci, только более гибко Единственное, в чем была проблема, в том, что автоматические субтитры, которые по каждому слову появляются, были только на телефоне То есть в декстопной версии капката их не было И у меня это очень сильно бомбило, потому что до этого их сделать было почти негде Я сделал, по сути дела, вот такие субтитры Новую серию, в которой не будет меняться трасса на протяжении всех... Это я делал на протяжении минут 20 То есть я копировал через альт, каждый раз созданный текст плюс Вот, видите, текст плюс Каждый раз мне нужно было вводить, ну, подгонять его по размеру, вводить то, что написано Это очень долго Соответственно, давайте предположим, что мне нужно сделать для шортсов точно так же Субтитры, но у меня нет желания делать это вручную Для этого нам понадобится версия DaVinci Resolve 18.5.3 бета Потому что именно с 18.5 ввели эту функцию Мы что делаем? Давайте для начала просто откопируем данное видео Нам обязательно нужно выставить граница, по которой будут выставляться автоматические субтитры Иначе они выставятся к всему таймлайну Если мы посмотрим, то, например, я работаю очень много И все шортсы, которые у меня в монтаже, они находятся на этом таймлайне, нам это не нужно И вот у нас Есть текст, есть уже готовое почти изображение Но для начала мы отключаем на D музыку Дальше мы выделяем наш отрезок видео, в которых есть текст Возможно, это даже можно загнать в компаунд клип для простоты Нажимаем таймлайн, обязательно выделяем также границы таймлайна рабочего Потому что иначе он может создать на вообще весь таймлайн А у нас, напомню, могут быть другие объекты, на которые нам не нужно тратить ресурсы компьютера на просчет Поэтому мы выделяем объекты, нажимаем таймлайн и нажимаем создать субтитры через аудио Выбираем русский язык, благо он тут есть Оставляем все по дефолту и выставляем 10 символов в линию И нажимаем create Он начинает думать, думает он не так долго И вот, пожалуйста, он уже создал субтитры Буквально расширяется знание пилотов Разработчики самого топового в мире автосимулятора Анонсировали новую серию, в которой не будет меняться трасса на протяжении всех 12 недель Как вам такое, господа? И, естественно, вы эти субтитры можете сделать приятнее То есть, например, заходим, нажимаем на любой субтитр Нажимаем трек и переходим в настройки всех субтитров Также хочу обратить ваше внимание, что все субтитры, которые делаются в DaVinci В отдельном таймлайне для субтитров Изначально не отображаются на рендере И для того, чтобы их буквально вшить Чтобы они отображались не как формат SRT А как какие-то объекты на видео при рендере Чтобы они были вшиты буквально Нужно сделать настройки экспорта Об этом я скажу в конце видео И бонусом я покажу еще один способ Как можно применять эти автоматические субтитры При монтаже не шортов, а, например, обычных видео Опять же, чтобы ускорить ваш монтаж Потому как для более динамичного монтажа Вам иногда нужно будет менять Вашу говорящую голову На какой-то фон условный С говорящим текстом так называемым Либо это будет какая-то подложка Которая будет фоном И на ней будут появляться какие-то Субтитры под закадровый голос И вот я сейчас покажу, как это тоже можно быстро сделать Вот мы добавили наш длинный ролик И допустим, в каком-то моменте И допустим, нам вот этот отрывок текста Где я говорю Допустим, я заморгался Допустим, я там сделал Как-то повернулся куда-то Или там свет резко моргнул Короче, что-то случилось И нам нужно, например, закрыть это Для этого мы берем любой фон У меня, например, мой фирменный Ставим его на место, где у нас Новый, который сделали не так давно Соответственно, проходит наш клип Далее выделяем Этот клип Таймлайн Создать субтитры Все то же самое Create Он сделал Новый, который сделали не так давно Который приятный Который мы будем пользоваться Ну вот единственное Если что-то не так, мы, естественно, исправляем Который Все, мы исправили Все остальное Отлично И, например, вот мне нужно Это как перебивку сделать Да, я иду в трек Увеличиваю сайз И по игреку поднимаю Наверх Новый, который сделали не так давно Который приятный Который мы будем пользоваться Но для начала Вот, пожалуйста, вы сделали уже перебивку И, соответственно, вы это стилизуете И используете в данном проекте Как перебивки Если вам после этого нужно сделать Какие-либо другие субтитры В данном случае У вас Придется Рендерить Ролик И добавлять новые Потому что Два Сабтайтл трека Не поддерживаются В DaVinci на данный момент Но, тем не менее Это огромные Преимущества Очень крутой функционал Который дает нам Просто Огромнейшее преимущество Если мы знаем Как это делать Ну а теперь, как и обещал Давайте я покажу Как же правильно Экспортировать Видео В котором Есть субтитры Которые должны Отображаться На итоговом рендере ролика Мы выделяем Область для рендеринга Переходим В вкладку Рендер И далее Спускаемся В самый низ Где у нас Будут Настройки Субтитров Мы нажимаем Экспортировать Субтитры И Изначально У вас будет Стоять Скорее всего Вот эта вот Настройка Вам нужно выбрать Burn into video И собственно Все На этот раз Вот Даже при просмотре Вы увидите Что оно отображается Если мы выбираем Другой формат У нас они Могут даже не отображаться Нам важно Поставить burn into video И при экспорте Субтитры Будут вшиты В видео Надеюсь я вам помог Надеюсь я вам Подсказал Ответ на вопрос Который сам Искал очень давно И я безумно рад Что я нашел ответ На этот вопрос И поэтому я делюсь с вами Ну а если это видео Вам помогло Пожалуйста Подпишитесь на этот канал Расскажите о нем друзьям Это безумно важно для меня Потому что Это очень мотивирует Делать видео Основного содержания На этот канал А также какие-то гайды Какие-то полезности Которые тоже выпускаем На данном канале Если у вас возникли Какие-то вопросы По этим субтитрам У вас что-то не получается Напишите в комментариях По возможности Я вам подскажу В общем Если этот гайд Вам помог Пожалуйста Подпишитесь на этот канал Расскажите друзьям Приходите на мои стримы Которые проходят По симрейсингу И другим видеоиграм Не прощаюсь надолго Встретимся на видовских стримах И дай пребудет с вами сила Пока-пока